Агросектор Дагестана в плюсе Его заместители, начальник отдела кредитования Россельхозбанка, комитет по ветеринарии, фермерское сообщество, общественная палата республики, СМИ, ввел заседание председателя общественного совета Вагап Казебеков. Приятно и обнадеживает и то, что общественные силы выходят на новый уровень. Собираемся и обсуждаем то ведь не для галочки, а чтобы понять и прощупать проблемы, назревающие или хронические. Одной из назревающих проблем, готовых вырваться наружу, был порядок получения справок о санитарном благополучии. Как утверждают общественники фермеры, в порядках правительства России и федерального Минсельхоза нет того пункта, который был введен на местном уровне. Около 200 товаропроизводителей в прошлом году отказались от субсидий, так как плата за справку покрывает сумму субсидий. Поэтому невыгодно, говорит Вагап Казебеков. Со слов Дибира Мусаева, председателя независимых профсоюзу фермеров, сообщество объединяет 1300 человек, его коллеги, занимающиеся скотоводством, уже подключились к системе Меркурия. Однако протест животноводов касался только несправедливых, как они полагают, дополнений и взимания 20 рублей за овцу, чего нет в федеральных порядках. Прививку не делали, а брали деньги по умолчанию, взамен выдавая справку о санитарном благополучии. Из-за чего мы были готовы выйти на центральную площадь, в столице республики, говорит Мусаев. Что за такие интересы есть у ветеринарной службы, недоумевает он. Но их тогда принял курирующий вице-премьер Нариман Абдул Муталибов, и конфликт удалось разрешить без эксцессов и большого нежелательного для власти резонанса. Как мне сообщили в общественном совете ведомства, понимание со стороны министра и курирующего вице-премьера в отношении фермеров есть, тогда легче. Есть и надежда, что стихийные или протестные выходы на площадь, как крайняя мера, будут заменены на откровенные и дружелюбные диалоги власти и сельхозтоваропроизводителям. И не по принципу «я начальник, ты дурак», а на равных. Общественный совет при Минсельхозе проводит большую просветительскую работу. К примеру, о том, что надо регистрироваться в системах Меркурия и Хориот, предназначенных для представлений в ГИС ВЕТИС, информация об идентификации и учете животных. ГИС ВЕТИС, далее система, создана для обеспечения контроля за производством и оборотом продукции животноводства и сельского хозяйства. Оператором данной системы выступает служба по фитосанитарному и ВЕТНадзору, Россельхознадзор. Ее создание значительно упростило надзорную деятельность в сфере ветеринарии. Фермерам нужно понимать, и многие уже это поняли, что незнание правил и законов не освобождает от ответственности. Цифровая экономика шагает по стране. И надо отметить, что с 2024 года бумажный носитель при подаче заявки на субсидии уже не рассматривается. Все в цифру. Все животные должны быть на учете, говорит главный ветеринарный врач Папандопула. И полагает, что те, кто упорно не хочет регистрироваться в информационных системах Меркурия и Хориот, просто не желают выйти из тени. Призывал обилиться и министр сельского хозяйства. Чиновники поясняют, что помимо вопросов безопасности и качества мяса, система позволяет получать субсидии и тем самым дальше развиваться. Тем более, что качество мясной продукции на первом месте в школах и детсадах. Пока дагестанские животноводы думают обеляться, как утверждает советник-председатель общественной палаты Республики Дагестан Алибек Алиев, 15 лет к ряду наши фермеры не выигрывают гранты на поставку мясной продукции в систему дошкольного и среднего образования. Между тем, недавно прогремел скандал с увольнением руководителя «Махачкала-продукт» Мариана Останковской. А детское питание в Дагестане слабое место уже последние несколько лет. Родители жаловались на некачественный залежалый товар или то, что недокармливали их детей в школах и садах. Как говорит советник, гос. СМИ не среагировало на проблему, как будто какой-то заговор. Неужели нам безразличны наши дети? Наше будущее сокрушается, Алибек Амарович. Если разговор о грантах, то гранты не дают пока такого выхлопа, говорит вице-премьер Абдул Муталибов. Может от того, что получают их воздушные фермеры, а кто должен получать, сидят в тени. Русского мужика всегда нужно убеждать с удвоенной силой, а дагестанского горца тем паче. Кто-то автоматически перекрестится, а кто-то с опаской Астафирулла. О необходимости просвещать и просвещать еще раз напомнили на заседании общественного совета при Минсельхозпроди республики. Может нужны обучающие семинары? Хотя школа фермеров вроде и есть, но в суете мало кто решится посещать школу на склоне лет. С возрастом все меньше остается место поразительному и все больше подозрительному. Просвещать нужно фермеров, которых на заре новой капиталистической России было 40 тысяч в Дагестане. По информации председателя Ассоциации фермеров Дагестана Магомеда Абдурахманова, а сейчас едва наберется 3 тысяч. Проблем в сельском хозяйстве ох как немало. Но давайте вначале о достижениях. О них в своем выступлении говорил министр товарищ Аджеков. Садоводство в Дагестане по итогам года вошло в тройку передовых в России. Практически по всем агропоказателям, особенно рису, республика вышла с плюсом, хотя и с небольшим значением прошлого года. Но в плюсе доля сельского хозяйства в АРП республики 53,8%. Тоже неплохо, значит перевалило за экватор. Прекрасно. Держим планку, не отпускаем. По льготному кредитованию идем вверх, по геометрической прогрессии. Посмотрите, растем как на дрожжах. Или лучше. В 2021 году всего 57 миллионов. В 2022 году 1,1 миллиард. А в 2023 году 2,5 миллиарда рублей кредитов. Инвестиции, вошедшие в сельское хозяйство, дали свой результат. Идет рост пассивных площадей. Получено 449 единиц сельхозтехники. Мы даже 50 миллионов рублей на агротуризм освоили. Вот видите как, я не монетарист, но факты говорят сами за себя. Напитал деньгами систему, получи результат. Конечно, не все так гладко, но рост есть. И после ряда управленческих решений, просветительских процедур и полного вывода из тени наших братьев, тружеников, полей и садов, получим еще лучший результат. Останавливаться нельзя. Но проблемы есть, и их нужно сообща решать. Выслушал тружеников, пришел к себе в кабинет, почесал репу, ну грубо так репу, вычеркиваем репу, светлую голову. Инициативы и предложения, ребят, с мозолистыми руками, превратил в ряд исполнительских решений. Кое-что отправил наверх, кое-что для парламента, для поправок на законодательном уровне. Красавчик же, не отписками занимается и не думает о том, где и как срубить, а углубляется в отрасль. Честно говоря, приятно удивил вице-премьер Абдул Муталибов. Нариман Шамсудинович, хоть и ученый-филолог, но широта понимания и аналитический ум человека науки помогают и здесь. Видно, что он проникся и познал систему, и теперь может наравне с экспертом говорить об отрасли. Хотя они перестают слушать и слышать. Главное, эти качества не растерять со временем. И понимать проблемы не как нытье Труженикову, а понять, почему плачет дитя. Вот у нас большие субсидии уходят под крупное производство. Правильно ли это? Может распределять равномерно масло по хлебу? Не думаете, товарищи государственные мужи? Попробуйте. Я понимаю, капитализм на дворе, но все же подумайте. Проблема яиц и цен на мясо. Цены растут. Для потребителя это не есть хорошо. Зарплата растет не так быстро, товарищи перекупщики. Яйцами мы обеспечиваем себя лишь на 20-25%. Совсем мало. У нас в Маграмкенском районе есть птицефабрика. Может еще парочку по Дагестану? И субсидии, субсидии, субсидии на расширение производства. Часть увеличения поголовья кур, несушек. По-прежнему нехватка плода овощих хранилищ. Особенно на юге республики. Банковские кредиты надо облегчать в смысле упрощения процедуры и без всяких хитроумных вариантов. Ясно и прозрачно. Фермер не юрист, у него нет времени вчитываться в ваши закоулки договоров, господа банкиры. Поливная вода, они тоже говорили на совещании. Тарифы не устраивают фермеров. Давайте гибкую систему. Нужны гранты на семейные фермы, мелкие. Тоже надо брать в расчет. Поощрять культуру и показать, что государство к трудяге относится милосердно. О целом комплексе проблем говорил президент Ассоциации пчеловодов Дагестана Надир Ахмедов. В последнее время медовиков беспокоят проблемы заражения клещом тропи пчелосемей, из-за чего начинается их падеж. А в некоторых регионах республики до 80 и более процентов пчел погибает. И вот его предложение. Ограничить и даже запретить ввоз пчелопакетов из-за рубежа. Предусмотреть градное исследование клеща. Разработать стратегию ветеринарного реагирования. Развивать дагестанскую породу пчелосемей. Радуемся достижениям в сельском хозяйстве. И надеемся, что не будем останавливаться на достигнутом. Многие вопросы зависят от умения слышать друг друга. И снимаются, когда общественники и власть сидят за одним столом. Именно в таком формате проблемы мы преодолеем. На Бога надеемся, от Него хорошие погодные климатические условия. А самим бы не плашать все меры и достатка. Оставайтесь с людьми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова